Всем привет из Стамбула! Сегодня у нас новости Турции и конкретно этот выпуск я хочу посвятить пожарам, которые происходят в Турции, о которых уже знает и говорит весь мир, что здесь произошло. Я хочу сфокусироваться не на самих пожарах как ЧП, а о той составляющей, потому что мои новости Турции всегда о том, что здесь говорят и думают люди, какие здесь социальные настроения и почему лесные пожары. Это вопрос политики, что по факту мы имеем. На данный момент уже больше недели в Турции не останавливаются, до конца не затушены все очаги возгорания пожаров. Пожары начали происходить в разных частях Турции, в основном на юге страны, это курортные зоны в большей степени. Это Анталия, Марморес, Бодрум, Манавгавт вообще просто выгорел. Знаете, это такой маленький городок, провинция возле Анталии. И что, собственно, лесные пожары, лето, жарко, это логично, казалось бы, но в один момент это было около порядка 30 возгораний. Пошла сразу же речь о поджогах и вообще пошла теория о том, что это террористический акт. И даже одна террористическая организация в итоге через несколько дней взяла якобы там слабенько как-то ответственность за эти события. Но это было уже после того, как все начали говорить, наверное, это они делают. То есть изначально совершить теракт и признаться, взять ответственность за него. То есть теракт это что? Это акт запугивания или какой-то определенной выгоды. В общем, по сути, вот этой логики самого теракта лично я не наблюдаю, потому что в том плане, что сначала все начали а-ля показывать, кто нужно пальцем на эту организацию. И через какой-то промежуток времени организация типа, ну да, типа это мы. Ну, сомнительно, да. Они должны, если это было быть как настоящий теракт спланированно, это должно быть, чтобы люди изначально об этом объявляли раньше всех и брали на себя эту ответственность. Потому что цель теракта, напоминаю, запугать, правильно? Мы пока что на данный момент не знаем, нужно какое-то время. Вот по сути, с этими новостями о пожарах, вот мне задавали вопросы, я выдержала время, чтобы какая-то информация для размышлений появилась, а не просто, что ой, тут пожары. В чем это страшно? То, что горят. В связи с этим выгорают леса, гибнут все животные, что очень страшно. И выгорают деревни. До городов больших пожар не дошел его своими силами, люди останавливали, задерживали, прям города не выгорали. Но ситы, это маленькие там, короче, поселки, деревни, которые точечно были возле этих лесов, они выгорели. И люди остались, сотни людей без, в один момент они занимались сельским хозяйством. То есть, здесь очень просто деревня, сельское хозяйство, люди этим живут, питаются, производят, продают это все, у них больше ничего нет. И у них не стало ни дома, их поселение, где исторически они всю жизнь там жили, их деды, бабушки и так далее. Нет вот этой истории дома, нет полей, крова, зелени, с чего они жили, огорода, все сгорело дотла. Сгорели их животные, которых они там где-то закалывали, потом там, не знаю, мясо сдавали, доили там косу, коров и тому подобное. Куры, все, они в один день просто остались живы, но на голом пепелище, у них нечего есть, у них нет денег, все сгорело, у них нет порой документов, все сгорело. И у них, собственно, нет никаких приспеки, их ничего, потому что кроме вот этого, этой деревни, вот этого образа жизни деревенского, у них не было никогда ничего. Они просто остались, ну, в прямом смысле, бомжами, все. И так как люди в Турции очень сплачиваются, я вот буквально, мне недавно об этом довидела, было, люди, конечно, засплотились, начали собирать тут же деньги, еду, медикаменты, крема, всякие типа Бепантелл, это для животных, для людей, кто очень люди, многие пострадали, именно вот они погибшие, конечно же, есть среди тех, кто тушит пожары тоже, к сожалению. И, как бы правильно выразиться, началась вот эта гуманитарная помощь, и вообще абсолютно всем, просто люди в один момент остались голыми, без всего. Каких-то кому-то, может быть, удавалось животных своих спрятать, сохранить, куда-то увезти, но, как правило, эти в лесах деревни были без воды, да, без водоемов, там каких-то моря, речки и тому подобное, на сухих местах. И пламя просто окружало людей, испепеляло все, сбежать просто тупо было некогда, потому что все вокруг в огне. Вот в чем, собственно, пожара этого трагедия, да, была. И так как это поняли потом, да, через несколько дней, что поджоги целенаправлены, но кем, что, как, еще неизвестно до конца, да, люди, например, город Эфес, там тоже был поджог горы огромный. Люди сами вставали в цепи мужчины и цепи в плане, ну, друг с дружкой рядом, жители, охраняли свои леса, свои горы, чтобы эти поджигатели не приходили, потому что полицейские, их не хватало, а где-то они не охраняли. И возникли определенные вопросы, тут мы уже переходим к социуму, политике и так далее. Я сейчас эти вопросы вам зачитаю, это не моя придумка. Это, скажем так, из одного блога в соцсетях, но это те вопросы сейчас, которые я вам зачитаю, которые у людей возникли сейчас к политическому режиму, который в стране, да, к правящей партии, к управлению страной, да. Что, собственно, люди о чем здесь пишут в интернете, говорят, общество взбудоражено. И я просто говорю о том, что это, почему политика эти пожары, потому что определенные политические реформы будут идти, изменения в стране и вообще настрой политический курс. А в общем, вопросы, которые сейчас в обществе у людей, о чем больше всего переписываются, опять повторюсь, это я беру вопрос из классного одного блога, где очень структурировано все это описано, прямо в точечку. Первый вопрос. Почему за неделю природные лесные пожары, как их изначально называли, не только не сократились, а разрослись с несколькими, уже до сотни даже, жертвами, погибшими, и эти лесные пожары до сих пор тушат? Вопрос второй. Почему горит прибережная зона, самые красивые зеленые районы вблизи побережья, а не в столице, например? Это огромный, кстати, момент, то, что эти пожары точечные, естественно, понятно, по джоке природные, как изначально называли, в самых заповедных, дорогих, классных местах. Горечь людей, что там самые заповедные, редкие животные живут, и тысячелетние дубы, деревья, растения, это просто природные парки, природные музеи, если так можно назвать. То есть это нельзя будет восстановить, никогда этого уже, это можно будет высадить заново, эти культуры, но это огромное время, то, в каком они сейчас состоянии были до пожара, это сотни, сотни лет, понимаете? Вопрос три. Почему в сети появилась петиция о том, что сожженные леса снова засаживаем лесом, а не отдаем под строительство недвижимости? Это первая вообще, первая из версий была до терроризма, так называемого. Просто почему я такие реплики даю, потому что я в терроризм не верю в этот. Есть другие как бы причины, но это мое оценочное осуждение, о котором я здесь не говорю сейчас. Версия огромная была, да, что отдадут это, изменился закон, не дали, чем в июле месяце у нас, до начала как раз этих пожаров, буквально там за недельку, о том, что природные вот эти зоны, где там типа а-ля будут пожары, будут отданы под застрой отельеров, сетей крупных для бизнеса. Вопрос четвертый. Почему не могут поймать виновных недельного апокалипса в стране и по официальным каналам предъявляют единственное обвинение 16-летнему подростку? То есть, не больше, не меньше, почему до сих пор в стране никого еще не поймали, когда люди выходят в цепи, сами люди солидарности, они охраняют свои горы, свои леса, свои дома, свои сеты, где живут, вот в этих зеленых зонах, да, на этих, люди ищут сами. Потому что все друг друга знают, все соседи, все знакомые. И почему никого еще не поймали, где эти люди, почему никто не наказан? Вопрос пятый. Почему на склонах в сухой траве находят аналоги петард с зажигательной смесью внутри, нагревающиеся на солнце, а пилоты вертолетов подтверждают, что огонь может развиться просто так, на пустом месте, в кавычках, где полчаса назад ничего не горело? Ну, это о поджогах опять вопрос. Да, в видео уже есть, вот эти петарды, такие, знаете, типа капсулы, такие вот найдены, в которых зажигательная смесь, у нас и на минутку 40 градусов, 43, в тени. На солнце, вы понимаете, это полтос 60 градусов на прямых солнечных лучах, естественно, все возгорает. Но возгорает вот эти капсулы, которые люди находили, это видео волонтеров, которые ходят сейчас по лесам, по всяким полям, просто люди, жители обычные, которые туда, например, в тот же Мармальдс приезжали в отпуск, которые там живут, которые, в общем, это все находится, это уже есть. Понимаете, в чем сейчас расскажу проблему? Потому что интернет есть, вся правда не в новостях в телеке, а в инстаграме и в твиттере. И, к сожалению, никак не перекроешься этот поток информации, люди говорят и говорят правду, и публикуют видео, свои мнения, и вот такие вопросы, которые сейчас в обществе возникают. Следующий вопрос, шестой. Почему люди собирают деньги на покупку оборудования и обмундирования для пожарных? Хотя вроде бы это госслужащие. Почему государство не помогает, не спонсирует? То есть все здесь видят во многих моментах гуманитарные помощи, авиаспомощи в плане самолетов. Из России наняли самолет за деньги. Из Италии вчера прилетели два самолета в Мармарис и Чмельер тушили. И почему это делается? Почему нет своих сил? Когда свой автопарк самолетов для тушения буквально два года назад на выставке в Стамбуле, выставка авиадостижений, они были. Почему их государство не использует? Где эти самолеты? Почему этого ничего нет? Вопрос седьмое. Почему в сети уже несколько роликов о том, что пожарным не дают до конца затушить пожар, и они за ночь, естественно, разгораются. А мэры просят через СМИ прислать им технику и вертолеты, а их прилюдно обвиняют на гонении паники. Вот это слово «нагонение паники» – это СМИ, естественно, которые, скажем так, гос. СМИ, так их назовем, да, заинтересованные, когда им говорят, что нужно говорить, да, это не независимые СМИ. Я к тому, что люди, местные жители, мэры, они с людьми, они просят помощи. Поэтому мы видим всю эту информацию. Окей, вопрос восьмой. Почему хэштег «хелп турки» запретили и сказали, что ими управляют боты? И надо всем использовать «стронг турки». Это при том, что отвергать предложенную помощь определенных стран. То есть, боты а-ля придумали «хелп турки». Это люди сделают, сейчас я про это расскажу. А надо использовать. И вот этот хэштег «соцсети запретили, заблокировали». И «стронг турки» – «турцы сильные, не слабые». Что-то, да, не позвольте, не просите помощи где-то у кого-то. Я вам не помогаю, но и вы помощи нигде. Не просите, отказывайтесь от нее. Что за «хелп турки»? В инстаграме, в соцсетях, в основном в инстаграме это началось первое. На английском языке был пост «фотография пожаров». На английском языке для всего мира и хэштег «хелп турки» о том, что Турция умирает. У нас выгорают пожары, пожарами леса, животные, деревня, деревни и люди. И мы своими силами тушим, государство нам не помогает. Поэтому, пожалуйста, мировое сообщество, кто чем может, помогите нам, простым гражданам, потому что наше, скажем так, правление от нас открещивается, нам не помогает. Мы просим помощи у других стран. Ну, это определенный, скажем так, конечно, позор на мировой арене для общества. Ну, с какой-то или, собственно, это и было и задумано. Простение такое, помощи публичная, вот, для стыда и всего. Айб, короче говоря, да, по-турецки. Вот, и вопрос девятый. Почему всем кажется, что ничего не кажется? Пол страны боится озвучить и написать свое мнение, как будто сейчас 37-й год. Ведь речь идет не о национальной катастрофе, как минимум, экологической катастрофе, которой не видно ни конца, ни края. И десятый вопрос. Кто возместит весь ущерб природе, флоре, фауне и людям? Вот 10 вопросов. То, чем сейчас живет Турция, что максимально обсуждают и задают вопросы. Я просто от себя сейчас, да, немножко оценочного суждения хочу сказать. Недавно, буквально пару дней, как разразился срач туристов из наших СНГ стран, из России в частности, о том, как люди, когда отдыхали в Мармаресе, фотографировались в море на фоне сгоревших просто зарево красное за спиной пожара. И человек счастливым лицом раздвигает руки, где я, типа, на фоне пожаров, ха-ха и все таком роде. Я вам расскажу причину этого конфликта той и той стороны. Я ничью сторону не занимаю, потому что есть доля правды там и там. И расскажу просто сейчас, в чем эта разница, почему этот конфликт, этот срач в интернете получился, почему люди недопонимают друг друга. Все очень просто. Это разный уровень эмпатии. Я прекрасно понимаю туристов, которые заплатили огромные деньги, и вообще, в принципе, не были в отпуске очень долго. Тяжелая социальная, экономическая и пандемическая ситуация в мире. И, наконец-то, вырвались в отпуск. Вообще, как бы, no problem. Я никаких претензий у меня к этому нет. Но в стране здесь траур. Траур по экологической катастрофе, по погибшим людям, которых уже вот на данный момент 8 или 9 человек, которые умерли при тушении пожаров. Сотни погибших животных, по тысячам, мне кажется, их просто никто не считает. Сколько здесь волонтеров, которые клиники частные, ветеринарные, волонтеры по животным собирают, уезжают туда, в зону, где все горит, спасая животных, создают на месте госпитали для животных, для коров, для овец, для всех, для собак, для птиц, для черепах. Они просто медленно, они не могут убежать даже от огня и тому подобное. То есть, это очень люди здесь с другим уровнем эмпатии. Люди здесь относятся к этой ситуации пожаров немножко по-другому, в чем я в начале видео сказала. У нас для сравнения, и вот в интернете, да, страшно. Ой, у нас в Иркутске то же самое, еще все хуже, я абсолютно с этим согласна. Но люди ничего не делают. Люди не против, люди молчат, и люди это не обсуждают. Здесь другой уровень эмпатии, сострадания, и люди здесь еще не готовы так молчать. Здесь люди еще не так запуганы и не так боятся. Вот в чем здесь секрет. И поэтому люди здесь со своим уровнем эмпатии и желанием помочь другим очень больно реагируют, когда кто-то на этой теме либо спекулирует, либо там улыбается, а-ля постит фотки в Инстаграм на фоне пожаров. Здесь именно парочки фотографий, о которых общество турецкое сейчас обсуждает наших туристов. Потому что люди, никто не против здесь местных, вот так объясню позицию турков, скажу, людей здесь. Никто не против того, что вы приезжаете, они даже вам благодарны, что вы приезжаете, поднимаете экономику, тратите деньги на отпуск, вас здесь обогащаете этим странным вообще без проблем. Отели, многие, ну почти все, не пристали работать. На пляжах просто не включают музыку. Потому что траур, поймите траур. Люди сострадаются, переживают. Алкоголь также продается вам или наливается. Здесь этих ограничений таких не стало в связи с этим. Никого не выгнали туристов. Сказали, мы в трауре, вообще валите, никому туры там не срывали. Можно понять, дурок, здесь никто не против, что едут туристы, веселятся. Никто не говорит о том, что они также должны, туристы, скорбить, молчать, грустить. Но именно публикации на этом фоне... Ты как бы приехал молча, отведи свой отпуск. Тебе условия предоставлены и уезжай. Мы решаем здесь свою проблему. Но людей что здесь возмутило, что трагедия, в которой умирают люди, это чьи-то братья, сестры, животные, природа. Люди фотографируются на этом фоне с улыбкой, с пальцами вверх. И говорят, смотри, как я тусанулся в Турции, и вот это я еще посмотрела. Людей оскорбляют, что к их горю можно отнестись с улыбкой и постить в соцсетях. Это не говорит о том, что турист должен был быть с кислой рожей, плакать, и вот с таким вот лицом постить только так можно. Никто ничего не запрещает. Пожалуйста. Это ваш выбор. Но за ваш выбор и ваш пост с улыбочкой, именно на хайпе этой ситуации, вот к чему идет горе человеческое, понимаете, происходит. Просто можно не постить это или не улыбаться. Людей задевает то, что другие люди, иностранцы, не разделяют их трауры и трагедии, потому что в их воспитании здесь объединятся кем бы ты ни был, какие бы ты с кем отношения ни был, не были, они здесь себе не позволят фотографии с улыбкой на фоне пожара. Вот в чем наша разница. Другой уровень эмпатии. Им чуждо это. Они так не умеют, не могут. Вот в чем разница. В чем недопонимание вот этого срача в соцсетях. Им не понять, как можно с улыбкой об этом говорить. Это фотографировать там или постить, или ржать, короче говоря. Проще так, да, скажу. Они хотят понимания, они просто ждут, что люди объединятся, не заставляя всех подряд скорбить. Просто молча можно к этому отнестись, но не с улыбкой. Понимаете? Просто улыбка в этом контексте для них оскорбительна, что люди могут не то, что веселиться, а именно в соцсетях постить. Плаваешь, тусуешься, бухаешь, развлекаешься? Пожалуйста. Но на публику это как бы не выносит. Но здесь это манера культуры, здесь это не принято. Здесь, если траур и скорбят, это происходит веселье, которое может быть, это происходит молча. Я вам проще скажу. Была запланирована свадьба у наших знакомых, и буквально за неделю до свадьбы скончался один родственник, там, тетя, в общем, от рака. Ну, не внезапно от рака с диагнозом, но не внезапно. И так как были приглашены люди из других стран, родственники турки, в общем-то, огромная свадьба была, много денег потрачено, люди билеты купили за неделю буквально, свадьбу не отменили. И ни одной фотографии родственников не было в интернете. Я была на этой свадьбе, но никто ничего не фотографировал, не постил, не радовался. Свадьба была грустная. И вот он, показатель. Это как бы да, провели. К этому да, как бы шло, что может так закончиться ситуация. Но они надеялись, честно говоря, что они еще успеют порадовать этого человека, который ушел в другой мир. Но я к тому, что это не была веселой свадьбой в соцсетях, и публично об этом так не говорили. Вот почему. Я думаю, это все сказано. Спасибо за ваше внимание. Я оставляю свою почту под видео, если есть вопросы какие-то, или хотите записаться ко мне как психологу на консультацию, я вас спросила. Спасибо за внимание. Всем пока.